Приветствую вас, ответ кроется в том, что вам неудобно отказывать. Вы пишите, что вам это неудобно делать, соответственно, вы помогали своей подруге, к примеру, каждый раз. Когда ей было нужно, вот, при этом часто вы боялись отказа, скорее всего, вот. И, соответственно, поэтому ваша подруга, она делала то, что делала. То есть она вас, по сути, использовала. Ну, на самом деле, почему вас не использовать, если вы позволяете это делать в отношении себя? Ну, это вопрос, это вопрос интересный. Почему, собственно, не позволять, да? То есть почему не использовать вас, если вы позволяете это делать? Значит, соответственно, до тех пор, до тех пор, пока вы, значит, будете испытывать сложность с тем, чтобы отказывать, ну вот, если вам не хочется что-то делать, если вам, к примеру, тяжело, некомфортно, если вам как-то вот, может быть, даже болезненно, да, это делать, вот. До тех пор, пока вы будете так поступать в отношении себя, ситуация будет повторяться. Потому что люди, они будут видеть, что, ну, что вы позволяете пользоваться собой, вот. И, соответственно, будут это делать снова и снова. Потому что, ну, соблазнен, в данном случае, слишком велик, вот, будет в отношении, ну, допустим, в отношении вас. Нужно учиться, нужно учиться, говорить «нет», нужно учиться, уметь говорить «нет», вот. И, соответственно, только так, через, ну, через научение говорить «нет», вы сможете уважать для начала себя, свои личные границы. А после этого вы сможете приучить других людей уже уважать себя. Да. Вот. То есть цепы работают, вот, примерно, таким образом. В остальном, никак не получится ошибки такой, значит, не повторить. В остальном не получится такой ошибки не повторить, потому что снова и снова вы будете бояться отказать. Вот. А раз вы боитесь отказать, то люди воспринимают это за согласие что-то сделать для них. И, соответственно, вы моментально оказываетесь в каком-то вот для себя очень невыгодном положении, для себя в очень невыгодном состоянии вы находитесь. Вот. Значит, это то, что касается того, что нужно исправить, да. Причины, по которым у вас, ну, вот, наблюдаются такие проблемы, да, именно причины. Причины, конечно, нужно выяснять, зачастую это страх отказа, который проистекает из, допустим, страха одиночества, из комплексов и из заниженной самооценки. Вот. Который у вас, ну, соответственно, может быть, вот эта самая заниженная самооценка, вот, соответственно, ее нужно вам восстановить. Вот, сначала найти причины, по которым вы себя обесцениваете, вот, значит, и убрать эти причины, да, изменить на свое отношение, и, соответственно, после этого вам уже будет легче, вам уже будет проще себя принимать достойное. А пока что вы недостойное, ну, себя не считать. В целом, мысли у вас относительно того, что, значит, ну, с такой подругой общаться вам нельзя и не стоит, да, когда мысль такая, она правильная, вот, но поддержать, вот именно поддержать эту мысль условно действиями какими-то, да, вам будет сложно до тех пор, пока вы, еще раз повторю, я повторю, себя обесцениваете, вот, и, соответственно, по-другому, наверное, отношения устраивать вы не можете. То есть, не нужно обвинить вашему подругу, да, в том, что произошло, ну, нужно взять и на себя ответственность за то, что случилось. Вот, вы пишите, что извинения, естественно, не услышали, да, то есть, почему-то подруга должна извиниться, если вы помогали ей, она же не знала, что вам неудобно отказывать, и она вообще, наверное, не догадывалась, что у вас происходит такая вот внутренняя борьба, вот, внутри вас. Вот, она наверняка этого не знала. Вот, соответственно, соответственно, я думаю, что первым шагом к отпусканию обид станет предпринятие личной ответственности за то, что произошло. Вот, и плюс, значит, направление ожиданий, вот, извинения, да, в конструктивное русло. Вот, дальше осадок, конечно же, осадок, вот, опасаться тоже, ну, не избавиться, потому что осадок это обиды, я боюсь сверчить такую же ошибку, вообще, неужели я такой плохой человек, значит, что общался так долго с такой корыстной девушкой. Ну, я не очень понял смысл этой фразы, да, потому что, опять же, здесь проявляется ваша заниженная самооценка, то есть, на самом деле, такой плохой человек, склонность к оцениванию себя, вот это означает, что вы себя до конца не принимаете, потому что вы общались не с корыстной девочкой, вы общались просто с девочкой, которая приняла ваши услуги, вот, которая думала, что вас это устраивает, ну, что это происходит, и которая, ну, наивно считала, что так дружба и протекает. Вот, значит, часто об этом думаю, о чём вы думаете, непонятно о том, какую ошибку тогда допустили, а почему вы вот эту ошибку допустили, то есть, подумайте, что вы хотели, что вы хотели получить для себя через помощь, что вам нужно было для себя через помощь, вы же, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Так, вы тратили время, да, на, к примеру, помощь ей. То есть тут вот нужно ваш мотив раскрыть обязательно, потому что пока вы сами для себя не увидите, что вам нужно было, да, пока вы сами не определите то, чего вы хотели изначально от подруги и ради чего вы выстраивали с ней отношения такого типа, даже такого типа, да, ради чего вы преодолевали себя, для чего вы действовали вот против воли. Ну, опять же, вы не сможете выстраивать новые отношения, понимаете, какая история. И тогда будете попадать в зависимость от, ну, от людей, зависимость от людей, которые к вам более-менее будут хорошо относиться, вот. Значит, дальше, как постараться забыть, забыть невозможное, можно изменить только отношения, можно изменить отношения, сделать выводы, больше не будет не допускать такого, это личные границы умения говорить, нет, этому нужно научиться и обучаться, для этого нужно, необходимо получаться на связи, работать с собственной безопасностью, с обеспечением собственной безопасности, как физической, так и психологической, вот. Тщательно выбирать своё окружение, но, опять же, окружение выбирается исключительно по своим интересам, то есть определиться нужно для начала с тем, какие интересы у вас, что вам нравится, что вас увлекает, какого вы склада человек, какие у вас, соответственно, взгляды на жизнь, на мир, на окружающее, и уже, вот, исходя из этого, смотреть на окружение, да, то есть если вы больше человек, такой, отдающий предпочтение культуре, да, если вы считаете себя интеллигентным человеком, то, соответственно, окружение, наверное, должно быть такое, если вы, если вам нравятся активные, там, виды отбыта, то, соответственно, окружение должно быть соответствующим, если вы увлекаетесь спортом, да, там, здоровым образом жизни, то окружение должно быть соответствующим. Если вам нравятся, там, скажем, концерты, развлечения, вечеринки, праздники и так далее, то, соответственно, окружение должно быть другое, если вы, ну, соответствующее. Если вы, к примеру, верующий человек, да, и религия для вас имеет важное значение, то, соответственно, и окружение должно быть соответствующее, понимаете? То есть зависит от ваших предпочтений, ну, вот. И здесь, пожалуй, на этот вопрос можете ответить только вы. Но на самом деле решающую роль играет не окружение как таковое, да, а ваши личные границы и обеспечение безопасности, потому что в любом окружении, в любой группе социальной можно найти человека своего, да, и можно занимать хорошее место, хорошую позицию, если вы знаете себе цену и четко знаете, что вы будете делать для человека без ущерба для себя, а что нет. Вот именно этому в первую очередь тянуть научиться окружение, окружение придет само. В идеале, конечно, чтобы вы четко знали, чем вы хотите заниматься, занимались, развивались в этом, осваивали интересную для вас профессию, и вот уже в процессе освоения этой профессии, да, чтобы вы встречали людей, которые могли бы разделить ваши увлечения, ваши интересы, и которые были бы заинтересованы в вашем личностном росте. Вот, то есть, все здесь во многом зависит от вас и от своего отношения к себе. Вот, потому что подруга ваша, она, по сути, ну, отражает то, как сейчас видите вы себя. И это, как вы понимаете, далеко не хорошее видение. Вот, поэтому подругу нужно поблагодарить, сказать ей спасибо за то, что благодаря ей вы узнали, как вы видите дружбу, благодаря ей вы узнали, что вы из себя сейчас на данный момент представляете, и теперь получили возможность это изменить. Подругу нужно, бывшую подругу нужно поблагодарить. Вот, на этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!